Встречу с губернатором забайкальские предприниматели ждали давно. В центре внимания по-прежнему проблема с возросшей налоговой нагрузкой на бизнес. Председатель регионального отделения опоры России Юрий Конб попросил внимательнее присмотреться к принятой схеме роста налога на имущество. Сделать глубокий анализ по данному налогу. И если, Наталья Николаевна, она соответствует, я имею в виду, тем суммам, которые город хочет получить, они, конечно, хотят получить чем больше, тем лучше. Но здесь мы как раз и хотим найти ту золотую середину между бизнесом и городской казной. Вот это цифры 2%, что все перейдут к 2020 году, нет. Там написано до 2%. Наши соседи Улан-Удэ, они приняли 0,3%. Они 0,3% так и держат. Также представители бизнеса в очередной раз предложили подумать о снижении тарифов на услуги ЖКХ. Иначе предприниматели продолжат уезжать в регионе, где созданы более комфортные условия. В то же Улан-Удэ или Иркутск. Как отметила Наталья Жданова, задача правительства на сегодняшний день – поддержать предпринимателя малого и среднего бизнеса. Для этого уже разработан специальный план. Кроме того, глава региона предложила поощрять тех муниципальных глав, которые активно помогают местным предпринимателям.